Всем еще раз доброе утро. У нас в гостях наш IT-эксперт Максим Багаев. Здравствуйте, Максим. Доброе утро. Перед тем, как начать нашу сегодняшнюю тему, тема у нас сегодня YouTube-канал, как, зачем и для кого он нужен, кому его нужно создавать, мы Руслану еще один челлендж предлагаем, еще один выбор. Прямо Максом? Да, прям во время нашей беседы ты будешь это делать. Давай, сейчас... Опять отжиматься? Выбирай что-нибудь. Буду все время отжиматься, пока Макс говорит. Что-нибудь выбирай уже, пожалуйста. Да ты, ты, да? Ну, выбирай. Это говорить на английском. Все время, все время, пока мы с Максом общались. А там на китайском? А там был весь разговор сидеть на корточках. Блин, можно на корточках сидеть? Ты тогда затечешь, а вот на английском ты будешь говорить. Ну, тогда давай, Макс, еще раз представь, иначе не с первого вопроса. Можно начинать. Дорогие и джентльмены. Леди и джентльмены. Айти-эксперт. Айти-эксперт Максим Макс Макс Багаев. Макс, тебе не надо говорить на английском. Почему? Грейт ютуб-канал, Макс. Дима, финиш сразу же видно, я считаю, что... Интересная история. Спасибо, спасибо большое. Я еще раз повторяю, что ютуб-канал точно не стоит организовывать всем. То есть это очень... Лишь бы было, это не надо. Вообще не нужно. Дикое количество авторов. То есть у нас, если посмотреть такой инструмент, который позволяет посмотреть статистику по любому каналу, посмотреть статистику по любому каналу, чтобы тебе понять не было. Спасибо. Да, так вот, есть такой инструмент, это сайт Social Blade. То есть он, если вы вводите имя канала, вы можете посмотреть, сколько у него подписчиков, насколько он набирает или теряет подписчиков, сколько у него просмотров. То есть ты можешь посмотреть или историю, и динамику, либо по своему, либо по чужому. И он выводит, что общее число авторов в ютубе 56 миллионов. То есть 50... Вау, amazing. Amazing, да. Поэтому, если ты идешь в ютуб делать канал, то твоя задача привлечь аудиторию. И ютуб действительно новым всем каналам, то есть дает возможность... У него есть, условно говоря, когда мы заходим на главную страницу, он показывает примерно 12 роликов, которые могут человека заинтересовать. А один из них это канал, у которого очень мало подписчиков, у которого... который выпустил недавно видео и так далее. То есть и за счет вот этой вот постоянного показа тем людям, которые вообще о тебе ничего не знают и никогда бы тебя не нашли, как бы у тебя есть возможность получить новую аудиторию. Звучит классно. Звучит. Но эти люди, эти люди, они выбирают из 56 миллионов там различных каналов. Поэтому, если ты приходишь делать канал по принципу, я тоже могу сделать нормально, нормально не надо. Тут просто есть каналы, которые делают классно. То есть тут есть каналы, которые говорят на английском, есть каналы, которые говорят на корточках, есть каналы, которые говорят на корточках и на английском. Ну это прям каналы. То есть в принципе, ты должен быть человеком уровня Руслана, как бы, то есть тогда как бы у тебя пойдет. Это прямо каналы, где трудится несколько операторов, режиссеров, аниматоры какие-то, да? Нет, нет. То есть это в различных тематиках, это происходит абсолютно по-разному. То есть для того, чтобы снимать первое видео, можно вообще просто понять, насколько ты себя чувствуешь нормально, насколько это интересно тем зрителям, которые тебя уже знают и так далее. То есть ты можешь начинать с обычной цифровой камеры, либо с телефона. То есть, в принципе, и так, и так. То есть мы первые ролики снимали. То есть Алексей снимал меня на зеркальную камеру, которую он купил лет 6 назад для этого, чтобы снимать ребенка. То есть и вторым стоял смартфон, он был просто вторым планом. То есть у нас было такое видео, делало вид, что мы как бы такая профессиональная команда. То есть у нас с двух планов, как бы словно ты на ТВК. И говоришь на английском. У нас как раз два плана. Excuse me, Максим, ask for my question, please. Answer. Answer, answer. Oh, thank you. Please answer for my question. Okay? For my question. Да, да, да. И спасибо. Нельзя, нельзя. Все на английском. Wait, wait, wait. How money is spent for YouTube channel? Only my time. In West? Only my money. Да тебе по-русски надо отвечать. А, мне по-русски. То есть это очень дорогая история, очень дорогая для меня. Потому что сейчас для того, чтобы снимать ролики на YouTube, то есть у нас сейчас 200 тысяч подписчиков на этой неделе, то есть мне приходится заниматься им примерно 4 дня в неделю. Ооо. Да, то есть это не побочное занятие. То есть это, собственно говоря, становится таким основным делом. Ты понимаешь, что от этого зависит, например, работа вашего интернет-магазина. От этого зависит обучение ваших, как бы, ваших сотрудников. То есть мы, понимая, что в это придется вкладывать очень много времени и сил, то есть мы, соответственно, стараемся его использовать по максимуму. То есть и сейчас, уже через 3 года такого плотного занятия, то есть мы видим, что да, окей, нормально. Кстати, Social Blade врет, наверное, но говорит, что через 5 лет у нас будет 3 миллиона. То есть я все жду, как бы, 3 миллиона. Вам нужно, Максим, не переставать и наращивать. Не переставать, причем он, как бы, да, то есть он отслеживает динамику, то есть нам необходимо сохранять динамику набора подписчиков. 3 миллиона фолловеров? Yes, yes, yes. Однако же есть такие два вида видео на Ютубе различных каналов. Либо ты снимаешь плохо, но у тебя контент такой, даже плохое видео будут смотреть, плохого качества. Допустим, ты рассказываешь что-то, какие-то секреты, инсайты, советы. Даже если ты снял себя на старый телефон и там плохое качество видео и звука, все будут смотреть все равно, если тебе это конкретно нужно, ты посмотришь. И второе, просто красивая картинка для глаз. Ни в первом, ни во втором случае не пойдет абсолютно. То есть, во-первых, если мы снимаем видео, если мы хотим сделать канал Ютуб для бизнеса, то для нас важно, чтобы нас услышали. Поэтому выбираем между хороший звук и хорошая картинка. То есть, хороший звук первичен. То есть, вот этот вопрос, обратить на него внимание, он очень важный. Второй момент, у меня есть друзья, которые делали канал и делают до сих пор, они делают его с очень красивой картинкой. То есть, они подходят очень здорово к выбору светок, к технике и так далее. Но они снимают либо узкие темы, чего делать нельзя, особенно если канал находится в стадии, когда необходимо увеличить число людей, которые с ним знакомы. либо как бы темы должны быть широкие, либо второй вариант. То есть, они снимают все очень серьезно, я сейчас вам расскажу. И это не работает. Ты приходишь на канал, у которого тысяча подписчиков, и он с серьезным лицом начинает тебе что-то рассказывать. Ты такой, да ты кто такой вообще? Слышь, ты моя кор... Отпись не на корточках, точно, экскюз-ми. Лондон is the capital of Great Britain. Максим, последний вопрос. У вас есть YouTube-канал, 200 тысяч подписчиков. Сколько на самом большом видеопросмотров? Самое ваше видео? Полтора миллиона. Полтора миллиона просмотров в одного видеоролика. Вот совокупность этих видеороликов на вашем YouTube-канале и плюс бизнес, про который идет речь, приносит ли дополнительную прибыль? То есть, продажи увеличились ли благодаря... Для нас, во-первых, YouTube-канал, то есть, это уже отдельный бизнес. То есть, мы занимаемся такими вещами, которые нормальный человек никогда не делает. Ну, то есть, я вам как ведущий и ведущему могу рассказать. То есть, у нас на канале выходит реклама других компаний, которые занимаются продажей техники. Адвутателем? Да, да. Второй, как бы, момент. То есть, мы, выбирая, как монетизировать, то есть, мы сделали ставку на интеграцию. То есть, у нас есть второй... Native integration? Да. Native integration of Green Bank, for example. Да, да, да. О, спасибо. Да, да. То есть, у нас приходят уже достаточно серьезные рекламодатели, то есть, и мы размечаем. Интеграция — это классный путь, потому что он позволяет не менять тебе ту подачу, ту информацию, которую... Ту подачу. Ту подачу, да. Вот. И второй, как бы, момент очень серьезно влияет на бизнес. Потому что, вот, я не раз говорил на ТВК, что у вас есть серьезная проблема с набором людей в Телеграм-канале, в том, что вы на новом утре не отправляете людей. То есть, Телеграм-канал или вообще социальные сети, кроме Ютуба и ТикТока, не дают тебе новой аудитории. То есть, единственный способ, когда у тебя есть масс-медиа, другое, как бы, когда ты, как бы, направляешь людей уже, как бы, на свою площадку. Поэтому мой совет, пожалуйста, как бы, начинайте, как бы, рекламировать свой Телеграм. Да. Да, да, да. Да, 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 да. Дай добрый, Телеграм. Дай добрый. Макс, пойду домой. Добро пожаловать. Добро пожаловать. До свидания. Пока-пока.